Друзья, привет! Привет всем! Мы сегодня спонтанно проводим эфир. На самом деле, давно планировали, но всё такая интенсивная жизнь. Привет, Лен. Так у меня, так и у Насти, что откладывали, 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 а потом решили не откладывать и провести прямо сегодня. Привет, привет! Привет, Яна! Привет, Наташа! Ждём Настю, смотрим, чтобы она добавилась. Я надеюсь, что все... Привет! Привет, Лесь! Что все, кто... Здравствуйте, Катерина! Надеюсь, что все, кто пришёл в эфир, в курсе, что у нас за эфир. Но если нет, я расскажу в двух словах. У меня есть друзья, пара, которые живут на Пхакете последние два года. Это Таиланд, с момента начала пандемии. А до этого живали на Бали. Ну, так, что называется, сплит-тайм. Собака что-то разгавкалась. Между Москвой и Бали. И мы успевали дружить, познакомились с другим онлайн-предпринимателем. Андрей очень крут вообще, как предприниматель, как носитель. Кто у меня участвует в программах, вы наверняка помните, я часто цитирую, что если 80% вы курсов материалов не изучаете, это нормально, потому что есть и 20, которые, в общем-то, ради которых всё и делается. Ну, как в любом деле, как в любом начинании, 20% уже хороший результат. А Настя, Настя, я про тебя рассказываю, вижу тебя. Подожди секундочку, расскажу и присоединю. А Настя такой оказалась очень близкой мне душой, ну, постоянно на связи. И вот это вот отношение такое лёгкое, звонкое, я не знаю какое, без пафоса, к задачам, проблемам, к отношениям. М-М-Ж, да, М-М-Хаска! Супайка лает. Вот, на гиконах. Такие у нас реалии. Слышите, лягушки квакают. Так вот, это отношение такое, ну, прям здоровое, вот что называется, здоровая девочка, здоровая матрица. Настя, прости, что я так говорю, но реально Столько сталкиваешься с Вот этим Божием, а правильно я сделала Неправильно, сказала правильно, не сказала Стоит, не стоит А как же это сделать А как же не ошибиться А как же И вдруг появляется Настя, у которой все Не то, что просто, а я бы даже сказала Естественно Естественно, как жить, как дышать Привет, Олеся, привет, Светлана Как Как дружить, как заниматься спортом Настя настолько Вышкалила, я не знаю, как это сказать Выточила свое тело За последнее время Тело, голос, проявления и так далее И все это легко, играючи А вот тут мы что-то сбросили Я там, столько-то килограмм, Андрей, столько-то расскажет Сейчас, и все это вот Вот абсолютно так, как Это должно быть, и я очень хочу Чтобы, Настенька, ты передала вот этот Вайп, любимая Олеся Чтобы ты передала вот этот вот Не знаю, как сказать Вот этот Такой Настоящий природный дар Быть женщиной, быть легкой Быть воплощающей Быть настоящей Так что, любимая Настенька Я тебя тоже присоединяю И мы сейчас будем здесь вдвоем Друзья, еще Таким эфиром Он будет очень Правдивый Полный шакти энергии Энергии Действия, энергии Настоящести И очень Глубокий Привет-привет Очень мило Так приятно Меня представила Вот, привет всем Тоже Прям Я сижу так улыбаюсь Думаю, так приятно Вот, но на самом деле Ну, не знаю Мне кажется Здесь такой самый главный ответ Наверное, все-таки Это любовь Любовь к себе Любовь к окружающим Любовь к тому Чем ты занимаешься Что ты делаешь И вот Как бы это банально И вот как бы уже Знаешь так Заезжено не звучало Это действительно Вот именно Вот это вот Проявление любви К тому Что вообще вокруг происходит Вот Мне кажется Что это все Отсюда идет Какой первый вопрос Тебе задать Ты видела Какие темы Я заявила Скажи Какая тема Ну В целом Мы можем Также и пойти По упорядку Первое Ты говорила Что это Как раз Про Таиланд Да Я хотела Немножко дополнить Все-таки Про Бали тоже Про Таиланд И про Бали Я понимаю Вопросы Я должна проверить Оставили ли люди Вопросы Про Таиланд Знаешь Почему интересно Еще У меня Параллельно Идет Программа Все Вижу У меня идет Параллельно Программа Вот сейчас Место жизни Я решила Прямо выделить Вот этот фокус Что люди Блин Живут непонятно Где И хотят Результатов А все влияет Влияет этот подъезд Влияет этот лифт Влияют эти соседи Влияет это окружение Влияют все эти поля Но в конце концов Надо выехать из клетки И вот расскажи Про вашу Свободную Там Как это все Проходит Ну и Бали Тоже Конечно Наше общее Открыточку Видишь Все Я купила Какую тебе Ностальжи Вот здесь Действительно Если Начинаешь Что-то Где-то К чему-то Только Начинаешь Идти Или Хочешь Что-то Каких-то Перемен И изменений Здесь Здесь Я согласна Начинаешь Таилан Таилан застрять в России. У нас друзья переехали в Таиланд, а у них был до этого четырёхлетний опыт проживания в Таиланде, и они туда поехали, и, собственно, мы как-то так за ними. Но на самом деле, нисколько здесь не пожалели. Здесь, не знаю, в сравнении с Бали, здесь более комфортная жизнь, более комфортная вообще обстановка, быт. В общем, как-то вот мне больше здесь нравится, если честно. Ну, это городская такая субкультура, не деревенская. Бали — это всё-таки петухи, бегушки, тропинки непроезжие, дай бог на байке, лужи по колено. Ну, то есть Бали — это Бали, Бали — это такая деревня, что мне лично подходит, но у меня и возраст, соответственно. А вам, конечно, хочется больше цивилизации. Я с Бали прям устаю, если честно. Вот, да, я действительно, я смотрю, я поражаюсь, как ты там живёшь годами. В смысле, мы познакомились, я помню, для меня шок-скука лет семь, ты тогда сказала. Я такая, что? Так я ведь прекрасно живу, всё люблю здесь. Если ты слышишь саундтрек, да, ну вот-вот-вот всё, вот весь этот Бали стайл, вот это вот всё, вот этот Бали-бок, замолчит или нет, котница на гекконов. Вот это всё очень люблю. Вот тут вот всё, понимаешь, полностью такое моё. Ну, каждый должен найти своё, или должен, должен, ну, каждый хочет найти своё. Это своё, я никому не на неё забыли, оно всех разное. Вот Настя пример. У Настя своё совершенно другое. Расскажи, расскажи, что вы там нашли, что ты говорила, а как там сейчас? Сейчас здесь открыли границы, сюда приезжают люди, влетать, судя по новостям, становится всё легче и легче, и это нас немножко расстраивает. Знаешь, что нас опять расстраивает? Знаешь, что, опять 10. По-моему, с 24 или 25 декабря у вас, по-моему, сейчас новости, по-моему, от Аэрофлота, или что-то такое, в общем, сейчас только что читали, что опять закрывают, отменяют рейсы, в общем, какая-то опять ерунда у вас начинается. Минный локдаун внутри страны, так делали на Рамадан, когда нет между регионами, ну, и, соответственно, извне, куда их девать извне, закрывают полностью. На несколько дней, дай бог, ну, максимум это было две недели, на прошлый Новый год было что-то около недели, на Рамадан около двух, как сейчас, ты говоришь, с Рождества, но, наверное, после Нового года откроют, может быть, одна неделя. Посмотрим. У нас же всегда всё новое. У нас всё новости сегодня на завтра, все законы такие, чтобы было за что ущучить. Всё, удивительная такая местность, определённо, очень, очень надо вниз. и очень какой-то жуткий квест, при этом Бали всё равно остался востребованным. Хотя вот Таиланд, мне кажется, такой главный конкурент. Вот получается, что, несмотря на то, что на Бали квест, ну, как бы всё, наладить быт, устроить детей в школу, школ, наверное, не хватает, но до сих пор они переполнены, несмотря на то, что сколько людей на острове, да, отплынуло. Там квест, когда был переполнен остров, найти нормальное организовать жильё. Но ты-то талантливая, ты всегда там классную вилочку, там всё нас смотришь. Но это всё равно был определённый челлендж, когда переполнен был остров. Сейчас другой челлендж, очень много приходит в упадок и так далее, бедные болицы уже вакцинировались, всё back to normal, ничего не назад в норму не возвращается. Ну, короче говоря, тут всё квест, но это так вот, знаешь, на любителя. Видимо, как я думаю, Настя с ней перебила, есть всё-таки вот это, ну, что называется такое азиатское, византийское мышление, когда любая определённость, ясность, чёткость правил, законов и так далее не резонирует даже самому человеку. А вот это вот всё такое подковёрное, на отношениях, гибкое и так далее, норм. А есть всё-таки англосаксонский такое, англосаксонское правовое поле, такой стиль мышления, что ну, ну, чёрное это чёрное, белое это белое, не надо меня путать. И вот люди, у которых вот этот англосаксонский тип мышления, они здесь вообще не могут, всё взрывает мозг. А те, которые такие вот, как я, как бы такие, текущие азиатские, нам вот, понятно, у нас вообще ничего не упадет, так сюда, а что такое? Да, у вас стресс, что-то не так, Руси? Всё, ты хорошо. На самом деле, привыкаешь к такому мышлению в Азии. Я тоже поначалу, сначала приехала, думаю, да блин, да как так, да как они раздражают, да вот эти вот, они тебе сначала всего такие, окей, окей, но обещают, ты ждёшь, а они как бы, они сказали окей, чтобы отвязаться от тебя, на самом деле. Вот это нет, потому что, потому что нет, нету скульптуры, лучше сказать да, даже если не помогут. Им просто вот такие вот, они необязательные, а ты сидишь и бесишься, но это уже твои проблемы, это твой выбор. Помнишь, мы с тобой познакомились, первое, что так было в ланч, я сегодня вспоминала, это как раз, я Настю запомнила, именно вот этим, вот как ты донесла свои мысли до персонала, до Стаса, всех убедила, я думаю, ух, а девчонка, молодая, какая крепкая мораль. Построила. Бедная. Ну, ну, рассказывай. Сейчас уже попроще. Построить эту реальность, так что у тебя, вот, у нас же прямо, это я, я была поражена, когда мы обсуждали с Настей, о чем говорить, и она мне сказала, так, я сейчас немножко расскажу, так, а что у нас было на прошлой неделе, на прошлой неделе, а на этой неделе, и сейчас, когда я подняла эти темы, Настя говорит, ой, так я уже и забыла, это давно было, можно кое-что другого попустили. Это было с книгой, да, я просто, когда мы только спланировали эфир, я такая, так, ну, ну, про что мне рассказать, ну, мы бы чуть-чуть там, здесь про психологию, здесь про найм людей, здесь про тайм-менеджмент, здесь про дела, здесь про то, как мы там за сутки записали трек, книгу тут написала, короче, сейчас Миларис такая пишет, ну, про книгу расскажи, это как книгу, а, блин, точно, я уже и забыла. Ладно, давай, не будем скакать, у нас тут люди, это уже с программой, все в театре, давай, расскажи, расскажи про Таиланд, что происходит сейчас. Туризм вверх, границы открыты, ну, с какими-то темиемами, но тем не менее, да, но вам, как экспо там, не очень нравится туристический. Мы привыкли, мы здесь, ну, в марте будет два года, как мы здесь находимся, и мы привыкли к тому, сначала здесь было довольно-таки грустно и одиноко, потому что в начале, когда мы приехали, все закрылось, и как бы мы такие, блин, мы реально сидели на вилле, и реально на виллу привозили продукты для того, чтобы людей поддержать, то есть мы прошли этот период, вот, короче, потом все открылось, и было замечательно, потому что тебе всегда рады, потому что, возможно, ты первый, возможно, ты последний, единственный, или там третий максимум клиент за день, который потенциально может оставить чаевые, и вообще в целом бизнес, как бы, ну, хотя бы на плаву немножко поддерживать, вот, то есть здесь тебе все были рады, ты везде приходишь, никаких очередей, никаких пробок, никаких туристов, ну, в смысле вот этих, такие вот это вот, ну, в Таиланд же все-таки пакетные, двухнедельные туристы приезжают, и, собственно, они приезжают к Королю Мира, они год работали на это, и в целом, как бы, они, в общем, оплатили здесь все, все, что у них накопилось за год, вот, и этого всего здесь нет, это то, за что мы Таиланд не любили никогда, и сейчас мы начинаем постепенно вспоминать об этом, потому что открыли границы, начали приезжать люди, приезжают люди разные, вот, и постепенно начали заполняться улочки, начали заполняться пляжи, представляешь, километровые пляжи были пустые, ты заходишь, и просто такая красота, ты как будто на необитаемом острове, и он, причем чистый, его чистили, это как этот черный пляж на Бали есть, я помню, там тоже очень безлюдно, вот, и при этом, да, красиво, еще и не горячо ходить, вот, и, а сейчас, получается, ты заходишь на пляж, и там уже куча людей, там тайцы уже вытащили всякие вот эти доски для серфа, всякие эти джетские, господи, как эти, гидроциклы, всякие вот эти вот активитис, они все это вывалили до пляж, и ты уже идешь, и как бы он уже не такой уж и... Чувствую скоро приедет. В общем, нам перестает нравиться Таиланд, из-за того, что появляются люди. А еще мы приехали в кафешку на закат, там парковочных мест не было, пришлось уехать. Еще важный момент, если вдруг вы надумаете к нам, если улететь через Сингапур, для остальных тоже, то карантин происходит не в Джакарте, но все-таки 10 дней в Джакарте это too much. Два дня, как было, две ночи, три дня обрамляющих. Две ночи, да, день между ними, еще два. Это было идеально провести в Джакарте, почему нет, ты выспаться не успеешь. А 10 дней, это уже вообще непонятно, без открывания. Джакарта столица Индонезии, куда принимают иностранных гостей, не открываются, как правило, окна, если еще не выйти из номера, ну вообще. И есть альтернатива к счастью. Друзья, если вы будете собираться, и Настя тоже, смотрите, через Сингапур нужно лететь в Монадо, и там два резорта, полная вонница, океан, домик на пляже, вполне можно себе позвонить, пляж уединенный. Очень классно. Я даже не думала, если честно, что вот таким образом. Я сейчас просто очень в Дубае на слуху, и сейчас все в Дубае, в Монадо, и как-то слились. Немножко много людей. У меня Даша однажды поехала в Крым, дочка, и она такая позитивная, всегда лояльная. Я ее спрашивала, Даша, ну как там в Крыму? Она, мама, ну все хорошо, только немножко мало, я не помню, места, типа, ее уединение, я забыла. Ничего-то еще ей мало было уединения. Я представила, знаешь, как эти наши пляжи, а-ля Ялта. Анапа. Как будто в заполненную битком на станцию метро налили воды, и все-таки стоят и друг друга касаются. Я Анапу вспоминаю почему-то, когда мне говорят, людная. У меня какая-то картинка из детства идет. Вот эти вот водорослевики, вот эти снеговики из водорослевики, вот эта вот полная зеленая вот эта жижа, и куча людей просто, вот лежбища котиков, их очень много. Немножко мало, песочка и уединение. Вот как было. Дубай-то немножко мало уединения, так честно. В Таилан, кстати говоря, по-моему, по последним данным я могу, если что, потом, если надо, там, можно там написать Ларисе или мне, я могу скинуть ссылку на группу в Телеграме, в которой постят почти каждый день какие-то новости, апдейты того, что выходит, как вылететь, какие есть требования, какие нюансы, новости к тому, допустим, когда первый рейс запустили, по-моему, три человека прилетели то ли без прививки, то ли без сертификата, то ли без теста, в общем, как-то они, в общем, умудрились попасть на рейс таким образом, что им не хватало документов для того, чтобы влететь. их пропустили на тот момент, но очень сильно освещалась эта новость из серии, ребят, давайте-ка внимательнее требованиям. Вот, то есть там группа вот эта, она очень популярная, потому что там наше консульство, это группа консульства, они постят вот как раз все-все-все новости. Кстати говоря, я была в шоке от консульства российского в Бангкоке, в Таиланде, в Бангкок-столице. Я была в шоке, какие они классные. Они, в смысле, они очень быстро отвечают, они очень лояльны, они все твои любые проблемы, какие, что возникают, они прям отвечают и прям реально стараются помочь. Ну, по крайней мере, в моем случае это было так. Ну, то есть, я там на сайте записалась, я им на почту написала, ребят, неудобные даты, можно ли мне как-то соединить. Ну, то есть у меня было два запроса, и они были раскиданы в начале месяца и в конце месяца, и других дат не было на выбор. Я им просто написала письмо, говорю, ну, слушайте, так и так, красная зона, летать туда-сюда, как бы, тоже, ну, как бы, не хочется. Они говорят, ну, ладно, приди, без записи, мы тебе все сделаем быстренько. Отлично. Знаешь, на Бали тоже сейчас есть телеграм-канал, группа, и я не очень нуждаюсь в этой информации, но я вижу, что там тоже апдейтится, уже люди что-то пишут, что-то делают, то есть какая-то установилась связь все-таки с консульством более легкая, чем раньше, только через запись. Я помню, на Бали, по-моему, консул в телеграме отвечал вообще, если он в директ пишешь, он такой был. Ну, они тут всегда старались, предыдущий консул, и консул приезжает на Бали для подписания доверенности, этого достаточно, то есть стараются, просто как-то все равно сам аппарат так построен, напиши, запиши, если не было легкости, сейчас ее больше и больше, вот эта коммуника, и весь мир к этому идет, к такому сокращению дистанции. Всегда удобно в WhatsApp, ты любому отелю пишешь, любому бизнесу, или там прямо в Инстаграме, или в Телеграме, уже вот эта вот надстройка, почта, окошко регистрации, она кажется уже вообще олдскул, сразу как-то. У меня вообще, я себе сим-карту в Тинькове, электронную завела в Инстаграме, ну просто, потому поддержку у Тинькова я писала, в Инстаграме мы списались, и очень было удобно. Поддержку в Инстаграме ты получила эту электронную карту? Ну в смысле, я не давала там никаких личных данных, это все-таки Инстаграм, вот, но вот этот изначальный запрос, и все, ребят, мне нужна помощь, как мне это сделать, ну то есть какую-то инструкцию, где не требуется каких-то личных данных, вот этого всего, они мне в Инстаграме предоставили даже быстрее, чем в чате поддержка, которая начинает задавать кучу каких-то ненужных вопросов, ну знаешь, по скрипту, вот, и это было полезно. Так, давай рассказывай, какие-то хаки, как ты хакаешь реальность. На самом деле там просто, ну в смысле, в этой задаче я просто жаловалась в Инстаграм на МТС и Тиньков среагировали на это, ну видимо, я как-то их отметила и все, и это было так полезно, так здорово. Я повстречала пост или статью, не помню где-то, человек, который живет в Штатах нашего, что это удивительная практика России, русскоговорящего пространства, России, Украины, там, возможно, Белоруссия, не знаю, что если отметить крупные корпорации, крупные компании, они тебя репостят или они приходят и решают твой вопрос, что нигде на Западе они не встречали люди такого реагирования крупных мастодонтов на обычных пользователей, которые поставили там эту отметку. Мне так стало приятно, это вообще-то... это прям здорово. Ну, то есть, мне кажется, это сильные моменты. Так, Бали, Бали, Таиланд. Вроде как, обсудили, а не вижу в чате, не видела каких-то вопросов, видела, там писали, что на Бали что-то все есть. Я слежу за чатом, что такого нет. Вопросы можете сюда кидать, да ладно, на Бали все есть. Ну, как бы есть, никто не говорит, я люблю Бали, я за Бали, я топлю за Бали. Я тоже люблю Бали, но вот я люблю Бали первые 4 месяца нахождения там. На 5-й месяц я начинаю скулить по дому, вот из-за деревьев. Ну, то есть, я начинаю уставать, насыщаться, и мне хочется смены обстановки, мне хочется куда-то поехать. И я вот, мы приезжали, когда вот эти зимовки, да, у нас происходили на Бали, и, наверное, дальше, может быть, будут тоже происходить. Но я уставала, то есть, я к концу уже зимы, я хотела отсюда уехать. А в Таиланде, вот, то есть, мы уже почти 2 года находимся, у меня нет такого, что я хочу куда-то поехать. Мне комфортно. Я вот одним днем в Бангкок слетала, вот как раз, в среду, и мне достаточно путешествий пока. Попала вам вибрация, видишь, это все-таки очень индивидуально, плюс, я думаю, Бали это для людей, кто уже готов как-то в себя, уже от городов подальше, от движника как-то уже. И то на Бали все-таки есть выбор, можно больше подвигаться в Ченгу. В Ченгу я, честно, не езжу туда особо, но говорят, что он полнепонки сейчас, даже попки. Или мы с хором спеть едем в клубу будет. Вы слышите этот? Поставьте плюсики. Очень слышно. Поставьте, перекликивают меня любушки. Мне просто еще, чем нравится Пхукет и вообще в целом Таиланд, наверное, все-таки сервисом. То есть, изначально, когда мы только сюда приехали, мне казалось, что болицы намного приятнее тайцев. Ну, то есть, я же сравнивала, все равно они в целом для меня тают. Сейчас нет, сейчас как-то мне одинаково, я ко всем очень хорошо отношусь. Вот, но мы когда приехали, мне показалось, что здесь сервис лучше, и они более клиентоориентированы или просто более-таки привыкшие к европейцам. В том плане, что, например, у нас тоже квакали лягушки, у нас первая линия перед лесом. У нас квакали лягушки, я сказала, что мне не нравятся лягушки-быки, потому что они квакают особенно громко и неприятно, когда ты пытаешься спать. Вот, мне в целом они не мешают, мне очень комфортно. Мне в целом ничего спать не мешает обычно, но лягушки-быки мне не нравились. Они в стуре звучали не очень, и в целом как-то, ну, чего они там мучат в кустах. У нас просто всех убрали. Ну, в общем, помогли им переехать. И сейчас у нас никто там не квакает. А если кто-то заводится, у нас там пару лягушек живет, но они очень миленькие, и мы не мешаем им жить. Они не квакают особо. Или вопрос? Вот Патанка пишет, я сейчас из Англии собираюсь переехать и жить на земле, себя кормить. Вроде проще в Латинскую Америку, Колумбию смотрим. Ну да, Латинская Америка, в прошлый эфир у меня был с девочкой, тоже у моей хорошей, доброй знакомой из Бали, которая сейчас живет в Аргентине. Латинская Америка очень притягательна сейчас с более открытыми границами, кризисом, ценами. Ну и просто это большая, интересная земля. Но как для жизни, я вам честно скажу со своей стороны, за один месяц я встречаю 5-7 откликов вернувшихся на Бали людей, кто перепутешествовал в Африке, Южной Америке за месяц совсем последних, кто организовывает тревел-путешествия как компания по всему миру и сами прогнали несколько стран южноамериканских под нынче летом. Еще другие, третьи, пятые. Я встречаю людей, кто возвращается и говорит, нигде как на Бали. Не можем. Не можем. Мы отдали сердце Бали. Все, были, сходили, один раз надо, но нет. Мы жить будем здесь, строиться здесь и так далее. Насчет цен. Спрашивают, на Бали дороже или дешевле или в Тае. Как вы ощутили? На самом деле как-то мне кажется примерно одинаково. А я не знаю, какие, ну то есть мы-то попали сейчас в Таиланд, ну то есть вообще Таиланд до ковидных времен мне казался дороже, чем в Бали. Почему-то, ну мне так казалось, но в целом примерно порядок цен один и тот же, мне кажется. Но мы-то попали сейчас в ковидное время, я не знаю, как цены упали на Бали, но в Таиланде просто раза в два все упало. В смысле аренда транспорта, аренда жилья, все, что связано там с кафешками, со всеми мероприятиями, вот вообще все упало минимум в два раза и это были чудесные времена, потому что целый остров без туристов, пакетников, то есть только фаранги, фаранги это форен, ну короче, люди, которые здесь живут на постоянке. На Бали тоже какое-то у них есть название. Були. Були. Вот, то есть, соответственно, фаранги, это, ну, местные, по сути, местные иностранцы, которые здесь живут долго, годами, вот, и остались только такие люди. Уехали очень многие, у кого бизнес был завязан на туризме, ну, то есть, по сути, вот все, кто онлайн там как-то работают или какие-то у них бизнесы, которые не пострадали или которые выжили, и все, и никаких туристов, но при этом работает все, то есть, ты хочешь куда, экскурсию, ты едешь, ты хочешь на какой-то остров, он будет пустой, там никого нет, вообще же, кара. У вас прямо все работает, потому что на Бали очень многое не работает, есть, конечно, хватает нам ресторанов, хватает нам спа, хватает нам всего, но очень много и ту-ту, очень много и закрытых мест. Как это в Таиланде было? В Таиланде, смотри, сначала очень многое закрылось, а потом часть открылась, часть была закрыта, но постепенно все равно жизнь изменилась, бизнесу надо или подстроиться, или умереть, соответственно, или что-то открылось обратно и зажило, что-то просто переоткрылось, то есть, на этом же месте выросло что-то другое, и в целом мы не испытывали ни разу нехватки каких-то мест серии, типа там, массажных салонов, потому что здесь массаж, он как бы классный, недорогой, и при этом опять-таки ты приезжаешь за счет того, что туристов нет, тайки не уставшие, ты приезжаешь и тебе рады, и тебе делают классный массаж, потому что они просто как бы не устали, им в качестве с ними поработать, вот, и мы не испытывали ни в кафешках, ни в каких-то активитес, ни в каких-то местах мы не испытывали дефицита какого-то, то есть, все было классно, и вот сейчас появляются туристы, больше открывается мест, больше каких-то развлечений, завлекаловок, растут цены, и как бы, знаешь, и вроде как бы у тебя цены растут, комфорт падает, и ты как бы такой сидишь, думаешь, блин, где-то в этой системе меня обманывают, что за фига, да, комфортно при этом падает. Спрашивает Бутанка, по Мику называю, извините, вы там без ВНЖ, землю покупать стоит? Как тебе это? Мы здесь, ну, собственно, по долгосрочной визе, мы здесь как резиденты по сути идем, но у нас нету здесь ВНЖ в таком привычном виде, ну, то есть, мы просто по визе здесь. Не существует в Азии, ни в Индерлезии, ни в Таси. Здесь такого нет, землю покупать и здесь как бы тоже собственности здесь нету, ты не можешь ее купить. Вот. Но что-то покупать, строить, и там в аренду, ну, там что-то даже покупать или строить. сначала мы смотрели какие-то варианты, в какой-то момент хотелось купить, были очень сладкие цены, вот, но, опять-таки, купить не виллу, а, ну, какую-то квартиру, типа, в кондоминиуме, ну, то есть, там по ряду причин это выгоднее, интереснее, в общем, лучше инвестиции. Вот. Но как-то постепенно передумали, у нас больше сейчас стоит, мы так смотрим больше на Европу, там пожить, поэтому мы посмотрим сейчас на Португалию. Ну давай, плавно и перейдем к Португалии. Расскажи, как у тебя получилось, что ты по пути в Португалию написала книжку? Это очень такая история. Вообще вот этот вот траблшифтинг такой. Любые траблы. Ну, здесь, да, здесь просто как бы стояла такая задача, собственно, пока сейчас эта задача прекрасна. Настя, у меня только подвисает. Мы, ну, как бы хочется, у меня тоже подвисает, ты немножко у меня пропадаешь иногда. Но смысл не теряется. Просто как-то захотелось пожить, попробовать в Европе. Такой вариант, присмотрели, то есть, посмотрели там, куда друзья едут, что рекомендуют люди, и как-то, в общем, наш выбор пока что полный Португалии. Мы там не были никогда, то есть, у нас нет каких-то каких-то ожиданий. Golden Wizard? Golden Wizard? С Golden Wizard? По Golden Wizard? Как вы? Один из вариантов, как туда можно поехать. Мы нет. Нет, мы нашли другой вариант, мы поедем по другой резидентской визе. Изначально были мысли посмотреть именно Golden Wizard, но удаленно из Таиланда покупать недвижимость на 500 тысяч евро как-то, в общем, не очень комфортный момент. Плюс у них акция, у государства есть акция, до конца этого года, 21-го, нужно было успеть купить недвижимость, тогда можно было купить в классных, реально клевых районах, которые сейчас уже, не знаю, за минимально, по-моему, 280 тысяч было евро, это прям минималка, но в прикольном районе, в общем, там были более выгодные условия. Сейчас эти условия все уже аннулируются, остаются только не самые прикольные районы, то есть не самые такие мейнстримовые, то есть, как бы говоря, не в порту купишь себе жилье, вот, и достается вариант только за 500 тысяч евро. Но мы пока, ну, как бы, мы никогда не были в этой стране, удаленно покупать кота в мешке вообще ничего не знаем как бы про эту страну, на 500 тысяч евро такая себе идея. Ну, как-то, в общем, я не знаю, как-то не очень рациональненько, не нравится такая мысль. Хотя я нашла варианты. Нашла варианты типа визы гения, да, что-то? Типа американская виза гения, вот это. Нет, пенсионная виза. Пенсионная? Боже мой, ты что-то молода для пенсии. Нет. Это там, ну, в общем, по пенсионной визе можно в любом возрасте переезжать, но это просто виза, где у тебя роялти есть начисляется, у тебя пассивный типа доход. к по-исшему, а визу, но ты не сэм.